Эти дома бывшего совета курорта на улице Дивноморска построены в 50-х годах прошлого века. Не так давно они были переданы сочинскому муниципалитету. Такой уборки здесь не видели около 30 лет, признаются старожилы. Проезжая часть превратилась в настоящие джунгли. Разросшиеся пальмы мешали солнечному свету проникать в окна. Без помощи городских властей расчистить эти участки вряд ли бы удалось. У нас привлечено 46 человек сегодня, два КАМАЗа работает, один трактор, спильщики. Мы приводим улицу в порядок. Объявили сегодня субботник и для местных жителей, но, к сожалению, немного у нас сознательных людей, да, и меньшая часть буквально вышла на помощь приводить свои дворовые территории в порядок. И все-таки маховик равнодушия медленно, но верно начал снижать свои обороты. Активность местных жителей – это всего лишь вопрос времени, уверены работники администрации и активисты ТОСов. Самое главное – подать хороший пример и мотивировать людей самим себе задать вопрос – если не я, то кто? Для нас это абсолютно нормально, потому что мы выходим работать практически каждый день. И поливаем, и убираем, и сажаем, и цветы, и порядок наводим, потому что хочется же, чтобы у нас на районе было красиво. Жильцы, так сказать, стали принимать непосредственное участие, потому что и глава города, и глава района постоянно призывает их к этому. И, естественно, положительные, так сказать, результаты уже имеются на лицо. Но хотелось бы получше, чтобы, так сказать, основная масса людей выходила. Ну, хотя мы и этом рады пока. То есть есть движение. Раз надо, значит надо. Раз грязно, значит надо убирать. Дома мы тоже делаем генеральные уборки. Поэтому ничего страшного в том, что мы вышли и на субботник нет. Только за. Только за один день из микрорайона Бытха было вывезено более 50 кубометров мусора и обрезанных веток. Ведется очистка 16 придомовых территорий. Конечно, если бы на уборку вышли все жители, результаты были бы совершенно иные. Но и это неплохо утверждают в администрации. А для того, чтобы процесс уборки был максимально эффективным, власти разработали целую систему стратегического планирования. В каждом районе у нас есть где 5, где 6 заместителей глав. Все они будут более четко закреплены за городскими территориями своих районов. У них будут приданы им люди, которые будут закреплены за каждой улицей, за каждым проулком, за каждым перекрестком. И мы надеемся серьезнее наладить эту работу, чтобы город Сочи заблистал еще больше. Работа по проведению субботников в Сочи не будет останавливаться ни на день. Городские власти призывают местных жителей активно участвовать в наведении порядка на своих придомовых территориях. Ведь в конечном счете это в интересах самих же горожан. Ну и, конечно, народную мудрость чисто не там, где метут, а там, где не ссорят, пока еще никто не отменял. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».